я была сейчас в ванной сидела и у меня челка просто пошла ходуном у меня проблема такая что волосы достаточно быстро вьются и вот если я схожу в сауну либо просто посижу в ванной то у меня начинается виться челка и это конечно ахтунг сразу на голове ну да ладно я такая какая есть любите меня такой какая есть давайте начнем с самого нижнего вопроса жень ты пьешь кофе помню ты пила его еще беременная с федей а нет беременная феди я кофе пить не могла вот беременная феди я кофе пить не могла потому что я вообще люблю любила кофе скажем так люблю и не могу сказать потому что я больше наверное пить не буду вот я очень любила пить кофе я даже могу сказать что я была кофеману и я в какие-то моменты себя очень сильно ограничивала, но у меня есть такая фишка, мне даже не нужно делать тест на беременность, как только я забеременею, я просто уже три раза через это прошла, понимаете, это уже опыт, как только я забеременею, я не могу даже чувствовать аромат кофе, то есть у меня настолько идет отторжение от кофе, я просто ненавижу этот аромат, и я сразу, когда я еще не знала, что я беременна миюшей, я просто не хотела кофе, то есть в какой-то момент я поняла, что я вообще не хочу кофе, фу, меня от него тошнит, хотя я пила его редко достаточно, вот, и оказалось, что я беременна в очередной раз, поэтому, когда я беременна, я вообще не могу пить кофе, я вообще считаю, что кофе это очень вредный напиток, который нам сначала типа дает энергию, а потом в два раза больше ее забирает, плюс обезвоживает очень сильно организм, поэтому если вы когда-то были в Италии, либо смотрели итальянские фильмы, то итальянцы чаще всего не пьют капучино, для них это вообще дикость, вот как у нас, знаете, литруху налить себе и ходить с этим выпивать, итальянцы пьют самый маленький такой кофе, эспрессо вроде он называется, не мешай мне, у меня прямой эфир, эспрессо называется, и им всегда подают маленькую чашечку кофе и большой стакан воды, потому что вот это эспрессо нужно потом обязательно выпить до и после воды, чтобы восстановить водный баланс в организме, потому что кофе очень много забирает воды и обезвоживает наш организм, я от кофе засыпаю почему-то, не почему-то, а на самом деле засыпают все, потому что сначала вроде как вы пробуждаетесь бодрячком, но потом резкий идет отток обратно, поэтому в кофе ничего полезного нет, почему так много кофеин, потому что это стопроцентный доход, то есть себестоимость кофе нулевая, она вообще ничего не стоит, кофе оно само по себе очень дешевый продукт, вот, и в какой-то момент, да мне кажется, даже знаете, еще лет так 7 назад не было столько кофеин, сколько сейчас, вот, потому что это прям очень крутой бизнес, на котором все зарабатывают, смотри, упадешь, малыш, вот, я думаю, что я ответила на этот вопрос, я противник кофе, здесь Сонечка Стужук, я не знаю, ушла она, не ушла, но я знаю, что мы с ней, когда сейчас разговаривали на море, то она тоже противник кофе, мы вообще с ней в этом плане очень сильно похожи, у нас одинаковые мысли на одинаковые вещи и питание, так, 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 вот девочка спрашивает, я тоже на 33 неделе беременности, я хотела спросить, можно ли плавать в бассейне, если у вас нету каких-то серьезных обстоятельств, конечно, можно, я до последнего ходила в баню, то есть у меня есть фотография, как раз это было 3 сентября, я была беременна Арсением, 3 сентября мне ставили ПДР, я Арсения переносила немножко, вот, и это маленькие шелуны, я была беременна Арсюши и в свой ПДР я ходила в баню абсолютно спокойно, то есть, если вы в обычной жизни ходите в баню, то беременная вы тоже можете ходить в баню, плавать в бассейне, с Арсением я вообще была повернута на спорте, на спорте, на правильном здоровом образе жизни уже тогда, правда, я с Арсюшей еще ела мясо, но у меня было раздельное питание, я сначала к нему пришла, до Арсения я очень много сыроедила, ой, не сыроедила, что я говорю, до Арсения я очень много чистила организм системой голодания, об этом я говорила в прошлом прямом эфире, кстати, прямые эфиры я постараюсь выгружать отсюда, любимый мой, пожалуйста, не отвлекай, ты очень меня сильно отвлекаешь, нельзя, вот, сейчас, простите, пожалуйста, он тут возьмет все что-нибудь, вот, иди, пожалуйста, это еще не заряжено, он сел, ты не ту взял, вот тебе на зарядку, подожди, а я не могу тебе дать, у папы возьми, пожалуйста, зарядку, у папы возьми, вот, я плавала через день по километру, по километру в бассейне, и вообще ходила на всякие полезные штуки, на аквайробике, я прям сходила с ума с Арсюшей, хотела вот прям идеальную фигуру, потому что я знала, что я очень быстро поправляюсь, ну, на зарядку, держи мою, забери уже, на, иди, не отвлекай меня, пожалуйста, привет из Нефтьюганска, привет, Нефтьюганск, кто не в курсе, то я родилась в Нефтьюганске и прожила там 17 с половиной лет, потом уехала учиться в Санкт-Петербург, поступила, вот, потому что многие почему-то не знают, думают, что я московская, там, питерская чика, на самом деле нет, я из Нефтьюганска, Жень, ты очень классная, хорошо, что есть такие позитивчики, как-то и благодарю, так, здоровья, как начали вести свой блог, как я начала вести свой блог, сегодня день блогера, Арсюш, вопрос к папе, я не могу ничего сделать, я тебе сказала, интернета нет, интернета нет, нет, нет интернета, а почему у тебя есть интернет, а у меня нет? Потому что у меня интернет на телефоне, у меня ЛТЕ, видишь, написано? Хотелось, чтобы вести его мне. Я начала заниматься блогом, ну, я не могу сказать, что изначально я начала заниматься блогом, просто мне очень нравилось, когда появился Инстаграм, когда еще я была беременна, я начала заливать какие-то видео, фото, что-то постепенно писать, и потом мы уехали с трехмесячным Арсением в Мексику, потом в Майами, и потом мы жили в Доминикане. И людям стало интересно смотреть то, что тогда еще никто не выезжал со своими детьми, тогда еще Инстаграм только-только начинал набирать обороты, тогда еще у Вузовой, мне кажется, было максимум 100 тысяч подписчиков. Вот, и вижу все со стороны, все мы одинаковые, че. Вот, привет же, мой апельсиновый сок, привет! Кстати, да, сегодня будет вопрос, как я сегодня кашу ела с фруктами, и я вам объясню. Очень многие люди пытаются на самом деле подловить тебя, пытаются как-то... Ну, мы сегодня об этом поговорим, короче, это интересная такая тема, когда подписчики пытаются зацепиться и сказать, что вот ты вчера говорила то, сегодня то, но на самом деле они глупцы, потому что так делают, и я-то могу объяснить, почему я делаю то и так. Ну, сегодня мы об этом поговорим. Куда буду выгружать прямой эфир? Да, прямой эфир я буду выгружать к себе в Телеграм. Я надеюсь, что там получится у нас его сохранять. Вот, и тогда люди смогут пересмотреть, потому что я хочу прямой эфир и делать именно прям полезными. Сейчас, секунду, я дверь закрою. Я начала писать. Я не знала, что в то время еще никто не знал, что Инстаграм вообще можно будет как-то монетизировать, и я это делала для себя. Мне очень нравилось общаться с людьми, мне нравилось, что у меня появляется аудитория. Я все время переписывалась, общалась со всеми. И вот, ну, мне это все нравилось. И сейчас большая часть блогеров становится блогерами, потому что понимают, что это очень хороший заработок. Да, это действительно так. Но я приходила к блогерству еще тогда, когда я не знала, что на этом можно заработать деньги, потому что мне просто это нравилось. И вообще я понимаю, что у меня получается все то, что мне нравится. Вот, скажем так. Вопросы почему-то слетают. Дети едят мясо? Нет, дети у меня не едят мясо. Жень, ты очень классная, хорошо, что ты... Ага, это мы уже проходили. Нос делали? Нет, нос я не делала. Можете посмотреть. Не самый идеальный нос. Я не делала нос. Я считаю, что в какой-то момент я даже думала, что я хочу сделать себе нос, я хочу быть откровенна. И даже в какой-то момент я думала, что я хочу себе сделать грудь. Это, знаете, как маниакальная мысль, которая появляется у всех, мне кажется. Но сейчас я смотрю, как просто под нож ложатся абсолютно все девочки. И это становится не очень прикольно. Очень часто носы у людей получаются после этого некрасивые. И человек со своим носом был намного лучше, чем человек с чужим носом. Я скажу так. И то же самое с грудью. Иногда грудь, когда она просто торчит, как два шара, и смотрится супер неестественно, я считаю, что это некрасиво. Ну и вообще в какой-то момент я поняла, что пропаганда всего этого в Инстаграм, на самом деле это очень сильно печально. Если ты хочешь себе сделать грудь, нос или еще что-то, то я считаю, что ты как блогер, человек, за которым следят, за которым следит огромное количество людей. И там есть и маленькие дети, да, потому что ни для кого не секрет, что сейчас в Инстаграм сидят и подростки. И когда ты пропагандируешь силиконовую грудь, когда ты пропагандируешь операции, нос, там еще что-то, татуировки и тому подобное, я считаю, что это очень плохо. Потому что люди, неосознанные люди, они смотрят на блогера, они считают его самым крутым, самым красивым, самым лучшим, и стремятся быть таким же. И они идут тоже ложатся под нож. Только здесь нужно понять одну вещь. То, что блогер чаще всего ложится под нож либо по бартеру, то есть вам делают операцию, вы за это рекламируете что-то, да, либо по бартеру, либо он, так как у него реально уже много денег, идет в хорошую клинику к дорогому врачу и делает это качественно и профессионально. И то бывают не очень хорошие результаты, скажем так, да, будем честны, потому что это даже, может, не вина и доктора, а ваш организм не принимает. Вот. Обычные люди, которые смотрят, они не имеют 400 тысяч, чтобы пойти и сделать операцию у этого доктора. И они идут в своем небольшом городке к какому-то врачу, делают себе носы. Врачи не профессионалы. Они делают себе грудь, ставят недорогой силикон. От этого потом у девчонок очень серьезные заболевания. Поэтому я считаю, что даже если бы я когда-то, потому что я не говорю, что вот я никогда не сделала себе грудь, возможно, меня осенит там через 5 лет, да, там я нарожаю детей, я пойму, что просто с каждым моим ребенком у меня грудь все уменьшается и уменьшается. Возможно, возможно, вот мне ударит что-то в голову, и я решу для себя это сделать. Но я считаю, что даже если я решу это сделать, я никак не буду это пропагандировать. То есть еще как только развивался мой блог, я могла хайпануть и рассказать про то, что я делала себе блефаропластику. И делала операцию на глаза, чтобы убрать мешки под глазами. Все равно, видите, они немножечко у меня видны, но это лучше, чем было до, скажем так. У меня генетическая проблема. У меня по всей линии у папы очень большие проблемы с мешками под глазами. И тогда еще у меня был блог не суперпопулярный, там, я не знаю, может, 30-40 тысяч подписчиков, и я пошла себе делать операцию. Я сама заплатила 95 тысяч за эту операцию. Можно было это сделать по бартеру, но я не хотела. Я не хотела афишировать это не потому, что там я боялась, стеснялась, а потому что я считаю, что если ты к этому пришел, то ты к этому пришел как-то осознанно, и это нужно тебе. Не нужно такие вещи пропагандировать, потому что тебе сделают хорошо, а кому-то сделают плохо. Я могу сказать, что я попала не в очень хорошие руки, я пошла не по рекламе, я пошла по сарафанному радио у своих подруг, и мне не очень повезло, потому что мне не идеально сделали. В общем, возможно, блефаропластику можно сделать идеально, мне сделали не идеально. Вот, и я думаю, что таких людей большинство, которым операцию делают не идеально. Я против пропаганды. Хочешь для себя, делай, что хочешь. Хоть заколись, хоть забухайся, хоть еще что-то. Но не нужно это выставлять в социальные сети, когда у тебя огромное количество аудитории, и ты в ответе за этих людей. Я пропагандирую то, что я пью воду и не пью алкоголь. Вот это я считаю, что достойно пропаганды, и это можно показывать в социальных сетях, потому что вода несет нам пользу. А алкоголь все-таки разрушает наше тело, и поэтому это тоже не стоит показывать. Вот. Но это только мои истинные взгляды на жизнь. У каждого свой путь и своя дорога. Поэтому нос я не делала. Буду с вами честна. И брекеты я тоже никогда не носила. Это мои зубы. И все, что я колола в свое лицо, это один раз я повелась и сделала себе ботокс. Видите, у меня его уже нету. Потому что у меня вот здесь вот появлялась какая-то такая прям жесткая морщина. Но я поняла, что... Потом начала изучать, читать. Я иногда, знаете, делаю такие поспешные решения. Потом я начала изучать, читать. И поняла, что на самом деле все, что мы колем в лицо, это супер вредно. Сейчас очень много разных массажей есть для лица. У меня даже есть видео, которое я делаю массаж. Она очень хорошо убирает лишнюю воду из организма. Плюс идет напитка кожи. И плюс я делаю вот всякие вот такие упражнения. И вот здесь вот моя полоска, которая у меня была... Вы знаете, я все время вот так делала, получается, как-то. И вот здесь была такая сильная полоска. Я вот делаю постоянно вот так, вот так. И исчезает вот это все. И лоб вот так вот наверх мы поднимаем. Вообще все хорошо наверх поднимать. И очень классное еще упражнение. Я сниму видео. Это делать вот так. То есть возвращать на место нашу кожу. Потому что вот здесь со временем все опускается сюда. И лоб такой, знаете, опускается. Вот. Его нужно туда-обратно поднимать немножечко. У вас татуаж бровей? У меня напыление бровей мне делали летим-летом. То есть я потом ни на коррекцию, ни на что не ходила. И как-то сейчас хочу свои естественные брови. То есть не хочу больше делать никаких напылений, ничего. Вот. Мне не нравится, когда четкие фигурные брови. Мне это не нравится. Кому-то идет. Это прекрасно и хорошо. Я люблю, когда вот, знаете, я расчесываю наверх кисточкой. Вместе с гелем они чуть-чуть вот так вот приподнимаются. И очень получается такой натуральный эффект. Я вообще сейчас пришла к тому, что я какая-то стала более-менее натуральная. Я даже сейчас к вам вышла без косметики, без какого-либо макияжа. Макияжа такая, какая есть, без всех фильтров. Потому что мне скрывать нечего. Вот. Давайте еще поговорим с вами на какие-то темы. Ты прелесть, благодарю. Какая аффирмация для вас самая любимая и действующая? Я не могу сказать, что у меня есть самая любимая и действующая аффирмация. У меня есть список аффирмаций. Он находится в телефоне в этом, поэтому я вам не могу показать. Клазерные эпиляции. Клазерные эпиляции я делала несколько раз. Я не доделала курс, потому что не могу доделать курс. Я то кормлю грудью, а я очень кормлю долго грудью. Здесь, кстати, был вопрос по поводу того, сколько я кормлю грудью. Арсения я кормила грудью до года и восьми месяцев. Потом я забеременела Федей. Федю я кормила до года и трех или четырех месяцев. Вот здесь вот я чуть-чуть не помню сколько. Со вторым ребенком все проще, ты уже не запоминаешь какие-то вещи. И сейчас я снова беременная. То есть я не могу нормально даже сделать тебе лазерную эпиляцию и посмотреть результат, потому что я то кормлю грудью, то беременная. И так уже на протяжении сколько лет? Пяти лет. Это на самом деле смешно. И я иногда смеюсь с Семой, что у меня две функции. Либо я кормлю, либо я с животом хожу. Если поздняя овуляция, смогу ли я забеременеть? Вы знаете, я в этом вообще не разбираюсь. Я не разбираюсь ни в каких овуляциях, еще вот в этом во всем. Я в каких-то вопросах очень жесткий пофигист. Вот многие не верят, что я случайно забеременела. То, что мы не ждали, мы не планировали ребенка. Просто я не запариваюсь. Я вообще не запариваюсь. Я в жизни не запариваюсь. То есть у меня настолько все легко. Мне нравится, когда у меня легко. Когда у меня просто. Когда я не думаю, когда я не кручу эти тараканы в голове. Не думаю, а забеременею я, не забеременею. А схожу, не схожу. Вот мне нравится, когда, знаете, я просто в потоке. Мне нравится, когда я просто иду и просто кайфую от того, что происходит в моей жизни. Вот тогда мне все-все очень сильно нравится. Вот. А по поводу овуляции я, к сожалению, ничего не могу сказать. Видите, я сама. Овуляшка, блин. Очеравашка. У меня ПДР поставили на 1 августа. Кто спрашивает. Какие витамины я обычно пью? Вообще, я не пью витамины. Но сейчас я пью витамины. Наверное, в сторис я проще покажу, какие я пью витамины. Там какой-то женский комплекс. Я его купила буквально вот в Германии, когда мы были. Купила комплекс себе и пропиваю его, будучи беременная. Но это уже, получается, в середине второго триместра я купила, да, и пью. Вот. И сейчас мой эндокринолог мне прописал разное количество витаминов, чтобы улучшить гемоглобин, там, все это поднять. Потому что падает гемоглобин и падает все еще на свете, там, я не знаю. Ну вот, поэтому нужно мне чуть-чуть все это сейчас привести в норму и поднять. Потому что в какой-то момент я перестала питаться правильно, я начала жить неправильной жизнью. Вот это все летом начало происходить, когда у нас был семейный кризис. Просто когда я в кризисе, я скажу так вам, да, честно, я думаю, что большинство девушек такие же. Когда у тебя проблемы с партнером, когда, например, вообще всегда, когда у меня конфликт с Семой, когда я, например, ругаюсь с Семой, либо происходит что-то, я не могу ничего делать, я не могу никак жить, я не могу радоваться жизни, я не могу быть счастливой, вообще не могу, потому что я реально, у меня все опускается, у меня внутри все опустошается, и я становлюсь не собой. И с мая месяца у нас происходили очень серьезные разногласия в семье до середины сентября. И этот период, вы знаете, он был очень жесткий для меня. Мне было, правда, очень тяжело. Я в какой-то момент даже попыталась поделиться этим со своей аудиторией, но аудитория это восприняла тогда еще вот, это разводилось, Дакота разводилась со своим мужем, и аудитория это восприняла, как будто это хайп, как будто вот я хочу больше лайков собрать. И как бы меня не приняли, меня не поддержали, я еще больше закрылась, я перестала об этом писать, я перестала что-либо делать, я просто внутри себя это очень сильно всем переживала. Вообще я очень часто какими-то вещами не делюсь здесь, я то есть не все рассказываю. Сейчас я стараюсь быть максимально искренней, и даже вот та ситуация, когда мы поругались с девочками, я бы пыталась быть максимально искренней и показать аудитории, что так не поступают. В жизни так не поступают, друзья так не поступают, есть какие-то ценности, есть уважение, есть человеческий фактор, и так себя не поступает. И мне реально было очень больно. Я реально очень плакала, и я хотела показать людям, вот как все на самом деле, то есть как есть жизнь на самом деле, потому что вы же в жизни тоже иногда разочаровываетесь в людях, вас тоже иногда предают, вы тоже плачете, вы тоже переживаете. И я сейчас хочу максимально в своем блоге показывать всю реальность и всю жизнь своей картины. И когда мне плохо, я могу плакать, и могу снять это на видео, потому что я же снимаю, когда мне хорошо, когда меня целуют дети или еще что-то, слезы это тоже прекрасно на самом деле, почему-то мы стыдимся слез, либо считаем, что вот, если ты плачешь, то ты истеричка. Это пишут женщины, я уверена, что они тоже плачут. Все мы плачем, и в слезах нет ничего ужасного, наоборот, слезы это момент какого-то очищения. То есть я не держу ничего в себе. Я могу поплакать, могу покричать, я выкину это все из себя и пойду дальше. Ты моя, моя пулечка любимая, хорошая. Я надеюсь, что мы скоро с тобой увидимся. Вот. И мне очень важна в людях искренность. Я тот человек, который... Я никогда не предам. Ну, как бы сколько у меня было друзей, я никогда никого не предавала. Почему-то меня очень часто предают, и... Потому что я достаточно открытая, и я всегда готова помогать. И... Прямо это моя проработка. Иногда нужно жить для себя, чтобы тобой не пользовались. Вот. И в какой-то момент я просто решила, что я хочу быть в Инстаграм максимально открытой, и настоящей. Я хочу быть естественной. Я устала от вот этой наигранности, которой сейчас так много, неестественности, еще чего-то. Я хочу, чтобы мой блог был таким, какая я. Вот, чтобы люди меня видели такой. И сейчас, конечно, в моем блоге идет перестройка, потому что люди не понимают. Вчера я была такая, сегодня я другая. Вот. Так, что там? Потому что чем шире ты раскрываешь руки, тем проще тебе распять. Ну, да, вот на самом деле так оно и есть. Вот. Но в любом случае это все опыт. Я считаю, что никто ни в чем не виноват. Я считаю, что на самом деле это все опыт. И я всегда благодарна за опыт, который нам дается. Вообще, очень классная книга. Ох, сейчас не вспомню, наверное, ее название. Но суть в том, что нет плохих людей и нет хороших людей. Все люди прекрасные. И все люди, которые нам встречаются в жизни, это уже предрешено. И они приходят в нашу жизнь, чтобы нам всячески помогать. И если они нам делают больно, это тоже на самом деле помощь, потому что для нас в этой жизни это опыт, который мы проживаем. И поэтому всех людей, даже те люди, которые вам сделали больно, неприятно, просто нужно поблагодарить. Поблагодарить и отпустить. Сказать, благодарю тебя. Я взяла этот опыт, я его приняла. Очень приятно. Я тебя отпускаю, потому что ты в моей жизни выполнила все, что могла. И вот так вот прощаться с людьми. Очень классная практика, если вот вы задумаетесь, что были люди, с которыми вы не договорили, не дообщались, возможно, у кого-то это родители, возможно, еще кто-то. Написать письмо. Прямо сидеть и писать письмо, и выговаривать все, 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 что есть в вас. Благодарить, прощаться, плакать, ненавидеть в письме. Все, все, все прямо из себя выпускать. И прямо это очень сильно помогает расти и развиваться. То есть иногда внутренние обиды накопленные, которые мы не вынесли, не показали, не поплакали, не поистерили. Они в нас остаются, и они нам мешают дальше жить и развиваться. Продолжаем. Вопросики. Вопросики из студии. Господи, как много вопросов. Сейчас я что-то найду интересное. Не могу забеременеть. Так, Жень, скажи, пожалуйста, как она... Ага, 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 ага. Про витамины. Хочешь четвертого? Нет. Сема хочет пять детей. Я сказала, рожай сам. Я... Мне вот сейчас я рожу мяечку, у меня будет полноценный комплект, у меня будет два сыночка, дочка, все, все, товарищи, я счастлива. Нет, 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 нет. На самом деле это тяжкий труд. Я вот, когда слышу, что я мама там пятерых, четверых, да даже троих, я считаю, что это тяжкий труд, это прям вы молодец, вы очень крутая, вам респект, потому что у меня дети неспокойные, у меня дети суперактивные, это два мальчика, это два шухера-вейера, и как бы... Хватит. Вот так я скажу. Что делать, если любимый не дарит подарков, цветов? Хотя знаю, что любит. Говорить об этом. Очень часто мужчины не знают, чего мы хотим на самом деле. Вот такая вот проблема, девчонки. Мужчина с Марса, женщина с Венеры, и они друг друга иногда не понимают и не слышат. Есть очень классная книга «Пять языков любви». Я ее читала очень давно. Так вот, суть этой книги в том, что у каждого человека свой язык любви. И вам кажется, что вы даете своему партнеру любовь, но оказывается, что ему нужно совсем другое. То есть вы смотрите, вы пишете, да, что вот вам молодой человек не дарит подарки, цветы, да, и, возможно, для вас это ваш язык любви, и для вас это очень важно и очень ценно, чтобы он вам дарил подарки. Но откуда он это знает? А он думает, что для вас важно, я не знаю, там, говорить, какая вы красивая, и целовать вас каждое утро. Он думает, что для вас это язык любви. А на самом деле для вас вот важно получать подарки. И поэтому очень важно в семье, чтобы сохранить семью, чтобы сохранить отношения, чтобы не рушить семью, разговаривать. Это очень сложно на самом деле. И почему у нас произошел конфликт с Сёмой? Потому что мы в какой-то момент перестали говорить. У нас было очень много работы, дел, мы прям гнались, чтобы быть богатыми, успешными. Вот нам очень это нужно было, потому что мы были в жопе, мы были в полной жопе, когда было 300 рублей в кошельке, и мы себе просто начали разгонять, чтобы работать, 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 чтобы жить в этой квартире, которая стоила просто дохренища денег, чтобы сделать в ней ремонт, который тоже стоил дохренища денег, и тому подобное. На всё это нужны были очень большие деньги. И мы просто в какой-то момент очень сильно разогнались, и перестали общаться, потому что мы постоянно работали, просто нон-стопом. И, как сказать, вот когда ты много работаешь, ты, короче, переутомляемость у тебя получилась. Вот у нас получилась переутомляемость. Мы перестали разговаривать с друг с другом, мы перестали быть друг с другом, и от этого пошли все конфликты. Языков любви-то нет, понимаете? Мне нужно от него внимание, тепло, любовь, ему нужен от меня порядок, тоже внимание, чтобы я ему всё это давала. Я не давала, он мне не давал, и всё. И в итоге нас спасло то, что мы начали разговаривать. Мы просто начали снова разговаривать. А снова начать разговаривать, это адски сложно. Это настолько сложно, я даже не думала. Ты иногда сидишь, молчишь, и не знаешь, что сказать. Ты не знаешь, какой вопрос задать. Ты задаёшь какие-то тупые вопросы, чтобы хоть как-то начать разговор. Это очень сложно. Но просто постоянно-постоянно нужно разговаривать. Просто постоянно. И говорить. Если вам что-то не нравится, говорить. Если вам не хватает внимания, говорить. Если вам не хватает подарков и цветов, говорите, пожалуйста. Вот реально говорите. Это очень важно говорить. Потому что ваш партнер, возможно, даже не догадывается. Вы можете полжизни злиться на него, что он не дарит цветов. А он просто об этом даже не думает. И всего лишь нужно сказать человеку об этом. И сказать, что ты, знаешь, мне бы так хотелось, чтобы ты мне дарил. Для меня это так важно. Мне не нужно много. Мне хотя бы один цветочек, чтобы дома стоял. Вот он завянет, там появлялся новый. И там, знаешь, вот сейчас вот мне дети летом, они срывают все клумбы. Они мальчики. И они даже в Турции ходили по отелю, срывали цветы, бежали ко мне и дарили цветы. И в такой ситуации я не знаю, как быть. Потому что, с одной стороны, это клумба, и как бы нельзя рвать цветы. Но, с другой стороны, если я сейчас начну своим детям, своим мальчикам говорить, что так, не рви цветы с клумбы, не надо мне дарить, то у него отложится в памяти, что не нужно женщине дарить цветы. А сейчас у них такое, знаете, они же не понимают, что это клумба, что это сажали для красоты. Они выходят в поле, мы идем гулять, и проходим все время, там одуванчиков много, желтеньких вот этих. И они просто рвут мне постоянно одуванчики, и дарят мне их, и следят, чтобы я с ними ничего не сделала. Я во время прогулки хожу с этими одуванчиками, попробую только их положить. И с детства, понимаете, они вот уже мужчины, они хотят дарить цветы. И если я их сейчас поругаю и скажу, так, не рви с клумбы, то потом их женщины могут быть несчастны и также спрашивать, почему мне не дарят цветы. Да потому что мама, блин, засрала их в детстве и сказала, не рви с клумбы, они же не могут пойти и купить. Они видят и берут, понимаете, это вот дети, прекрасные существа. Вот, поэтому просто говорите со своим мужчиной, максимально много говорите, и все будет зашибись. Я на самом деле против разводов, если нет ничего серьезного. Я как-то слушала одного очень умного лекцию мужчины, и он рассказывал такую систему, то, что говорят люди на самом деле, как животные в своих клетках. То есть, если вы приходите в зоопарк, вы видите, там обезьянки сидят в клетке, там свинки сидят в клетке, там все сидят по своим клеткам, по своим зонам. На самом деле люди тоже сидят в клетках, потому что квартира это тоже наша клетка. Просто там, ну, чуть-чуть другой формат, понимаете, да, идея? Но это тоже замкнутое пространство, мы все живем в своих клеточках. И в этой клетке есть мужчина и есть женщина. И вот они соприкасаются, у них там происходят какие-то конфликты, недопонимания, и проще всего взять и уйти из этих клеток. Но появится другой мужчина и другая женщина, которые все равно попадут в эту же клетку, и у них будут те же самые проблемы, те же самые ошибки, те же самые конфликты. Потому что все, что в нашей жизни происходит, то, что мы о чем говорили, это нам нужно. К нам приходят такие люди. И пока вы не наступите на грабли, не побьете себя пару раз, не поймете, что для вас это реально нужно, не проработаете этот вопрос, ничего не изменится. Понимаете, к женщине, которая не проработает мужиков-алкоголиков, все равно к ней будут приходить такие. Один будет бить, другой будет бухать, третий будет колоться, с четвертым еще что-то случится. Пока она не проработает, не придет к ней мужчина выше уровня, не придет. Понимаете, ей всегда будут доставаться уроды, и она их будет считать уродами и жить с этими уродами. Потому что нужно было с одним проработать, дойти и потом уже решать, что с ним делать. Но проработать, понимаете, чтобы больше этого не было. И во всем, в нашей жизни везде проработки, во всем. Так, давайте еще какой-нибудь вопрос. Давайте я сверху начну, господи, как много вопросов. У меня скоро прямой эфир закончится. Сколько часов вы спите? Сегодня я легла очень поздно спать. Я смотрела фильм «Чернобыль». И что-то поздно легла спать. Обычно ложусь намного раньше. Короче, сегодня легла в 2 часа спать. И в 5.30 проснулась. В 5.30 проснулась, Сема вставала бегать. И я обычно в 6.30 просыпаюсь. Но тут как-то пробудилась. И прям почувствовала бодряк. И я вот знаю вот эту фишку, то, что если ты почувствовал бодряк, проснулся даже раньше положенного срока, не ложись спать обратно, потому что потом будет сложнее встать. И всё, я включила музыку, включила медитацию, легла, помедитировала где-то минут 40. Мне пришли идеи, всякие мысли. Я встала, начала делать свои практики. Поэтому сегодня я вот с 5.30 на ногах. Но это не всегда. Я делаю себе, всё равно сейчас беременная. Вот позавчера вроде я спала, не вставала в 6.30. Обычно я встаю в 6.30, но я решила выключить будильник и проспала прям до 9.00, выспалась. Потому что иногда вот нужно делать такой выходной день для себя любимой. Так, Женечка, подскажи фирму футболки вашей, обожаю такие. Не знаю, про какую футболку вы говорите. Если это вчерашняя чёрная, и здесь была такая небольшая надпись, то это и в Сен-Лоран. Жень, во время беременности как лечишься от простуды? Вы знаете, я беременная, не болею вообще. Я вообще не болею. Я когда провела систему очищения и потом питаюсь по детоксу, в принципе, всегда я не болею. У меня нет такого, чтобы я болела. У меня в эту беременность только был впервые в жизни цистит. И я так поняла, что это тоже было связано с беременностью, потому что потом он резко прошёл, и больше его не было. И я часто слышала о девочках, мы эту тему обсуждали в Инстаграм, что у беременных бывает цистит, и он ни с того ни с сего у меня начался. Но у меня вообще беременность с девочкой была очень, отличалась от беременности с мальчиками. Об этом тоже можно прям отдельный прямой эфир провести, потому что это энергетически другая тема. То есть вы знаете, что так предполагают, что как только ребёнок начинает двигаться в утробе матери, а это происходит там на 18-17 неделе, примерно в этом диапазоне, тогда появляется душа в тело, в тело человечка, да, эмбриончика, заходит душа. Вот, с первым движением, то есть это значит, что душа уже зашла, и она уже там. Вот, и очень часто, когда заходит душа в тело женщины, и получается в одном теле две души, и это же другая энергия совершенно, у неё другие запросы, эта душа пришла совсем другим, и женщина очень сильно может эмоционально колбасить. То есть если разбираться именно с вот этой точки зрения, то идут другие совершенно процессы. Психологически эмоциональные, и у меня душа, там у Мички, знаете, какая она очень тоже эмоциональная, как и я, очень эмоциональная. Вот, и она, она прям, она прям такая, как я, такая, как я, вторая я, короче, такая же. И две меня, честно, вынести сложно было даже мне, я так скажу, потому что когда Сёма иногда с ума сходит со мной, я ему всегда говорю, но зато со мной очень весело, он говорит, ну да, тут правда, говорит, не соскучишься. А тут просто было две меня, представляете? Женя, в чём польза спирулины? Так вбейте, в интернете столько всего написано про спирулину, про всё на свете. Это водоросль. Первое, что зародилось в мире, в природе, ещё до животных, существ, это первое, что появилось, это появились водоросли. И водоросли очень полезные, там йод, там полно всего, просто вот можно открыть любой и почитать, чем полезна спирулина, оно очень полезно. Вот, там содержится вот много полезных веществ, которые полезны нашему организму, потому что это водоросль, а водоросли очень полезны нашему организму. Если более подробно, какие витамины содержатся, то можно просто загуглить и всё-всё-всё прочитать. Почему Мия? Я писала об этом пост. В какой-то день я медитировала и захотела поговорить с ребёнком. Я ещё не знала пол. Захотела поговорить с ребёнком и пригласила пообщаться. Пришла девочка. Она не пришла ко мне визуально, я её не видела. Я просто её слышала. Я просто слышала, как она тараторила. Она очень-очень быстро говорила, говорила, говорила вот так вот и про себя рассказывала. То есть она пришла такая энергичная, ну как я, я же говорю. И такая вот началась про себя рассказывать, рассказывать. И она сказала, что я девочка. Мама, типа, назови меня, пожалуйста, Мий. И вот как только я появлюсь, будет то-то и то-то в вашей жизни. Я буду такая и такая. Ну и начала очень много про себя всего рассказывать. Там всё ему затронула. И потом я общалась с одной девочкой, астрологом. И мы разговаривали. И она мне начала просто рассказывать. Она говорит, у тебя будет ребёнок такой-то, 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 такой-то. И она начала рассказывать про неё всё то же самое, что она мне говорила ещё, может, там, пять месяцев. Назад там, понимаете, да? Вот. И я говорю, ты не поверишь. Но, говорю, она ко мне приходила и вот рассказала про себя слово в слово, что ты мне сейчас говоришь. Она говорит, ну вот, видишь. Вот. И она мне тогда сказала, я спросила, как тебя назвать? Потому что Фёдор я тоже не сама придумала. И она сказала, назвать меня Мия. И всё, как бы. Нам всегда всё, мне нравилось очень имя Мишель. Вот. Миюша мне сказала назвать её Мия. Ну, если ребёнок хочет, чтобы её звали Мия, значит, она будет Мия. Так и получилось. Вот. Это был не сон. Так, 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 так. Ты до беременности занималась кардио? Да, я раньше бегала. У меня даже есть медаль. Я бежала здесь в марафон в Санкт-Петербурге. У нас есть марафон «Белые ночи» или как-то так называется. В общем, я бежала. У меня Арсюша был супермаленький. Ему, наверное, ещё даже годика не было. Я бегала марафоны. И бегала на голодании. То есть я ничего не ела. Я бегала на голодании. На голодании намного больше энергии. Почему-то люди думают, что голод — это плохо, что от голода там нет сил, энергии. На самом деле на голоде у нас тело такой потенциал имеет. Столько мощи, столько энергии. Вы даже представить не можете себе. Поэтому никогда не стоит перед родами наедаться. И вообще, знаете, то, что «Ой, сейчас буду рожать, нужно пожрать», короче, да. Вот ни в коем случае нельзя этого делать. Наоборот, лучше не есть. Потому что тогда у вас будет больше сил и больше будет энергии. Не боишься третьей беременности? А что бояться-то уже? Уже поздно бояться. Где вы черпаете столько полезной информации? Я очень много покупаю марафонов, вебинаров различных, хожу на разные тренинги, читаю книги. Я все время в потоке, я все время люблю получать информацию. То есть я никогда не жалею денег на свое развитие. И даже когда у меня супер было, очень-очень мало финансов у нас было, я всегда вкладывала свое развитие, покупала какие-то тренинги, ходила куда-то постоянно. Тогда еще не было особо марафонов онлайн. Были какие-то тренинги, я все время везде ходила. И сейчас у меня, наверное, накуплено еще вебинаров 10, которые я не успела посмотреть. Просто физически, технически не успеваю пока еще. Я, короче, все покупаю, 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 и потом по мере свободного времени все смотрю, изучаю. Мне просто интересно, что говорят люди, какое у них мнение. Я такой человек, что я слушаю одно, второе, третье, и делаю свои личные выводы. То есть я люблю иногда читать сразу три книги. Я почитаю одну, почитаю вторую, почитаю третью, пойму, что вот в этой прикольно. Вот в это, в это, в это, в это, взяла себе на заметочки, все, пошла дальше. Как бы и так во всем. Вот, поэтому и получаю информацию от всего. Плюс я считаю, что теория без практики равно нулю. То есть если вы что-то читаете, но никак не практикуете в жизни, если вы знаете, что там есть другой тип питания, да, например, детокс, но никогда не пробовали, например, мою программу, но вы типа знаете, что это такое, то на самом деле вы не знаете. Просто такой пример приведу. Вот, пока вы не попробуете пожить без мяса, вы не поймете на самом деле, как вы будете чувствовать себя без мяса. Вот, пока вы не попробуете пожить без молочки, вы не увидите, что ваше тело уйдет лишняя вода, уйдет лишний целлюлит, еще что-то. Пока вы, там, прыщи, акне и тому подобное. Только когда вы это попробуете на себе, и там не два дня, а хотя бы там 21-30 дней, да, только тогда это будет как ваш личный опыт, и вы увидите какой-то результат. Все в жизни это опыт. Теория без практики равна нулю. Я училась на журналиста в Санкт-Петербургском государственном университете, факультет телерадиовещания. И знаете, что мне нравилось на моем факультете? То, что у нас каждое лето была практика. Первый год у меня были печатные СМИ, второй год у меня было телевидение, и третий год у меня было радио. Да, печатные... А, еще электронные были СМИ, там, в самом начале. Ну, не важно. Самое интересное, что если бы мне все это рассказали, я никогда не была на настоящем радио, никогда не снимала саморолики на телевидении, не ездила, не брала интервью, не все это не делала, я бы по теории ничего не знала. Но так как у нас была практика, и она была очень сильная, мощная, то даже сейчас меня приведи на радио, на котором я не была уже 10 лет, например, там, или сколько, ну, поменьше чуть-чуть, ну, наверное, где-то 10. Вот. Вот. И посади меня, и скажи, сделай мне материал, я вам сделаю материал. Потому что вот здесь память, и то, что ты когда-то технически делал, ты уже никогда не забудешь. Ты всегда это будешь помнить. А теория, она просто забывается. Теория без практики, поэтому я и говорю, что теория без практики равна нулю. Да, благодарю вас. И вам здоровья. Продолжаем. Вы за общий или раздельный семейный бюджет? Вы знаете, так получилось, что у меня в семье у мамы с папой был всегда раздельный семейный бюджет. И я вообще считаю, что в семье должно быть все общее. Я считаю, что не должно быть никаких подразделений, еще чего-то. Я считаю, что, ну, не должны люди ругаться из-за денег, выяснять отношения. Я считаю, что не должны люди там, кто больше зарабатывает, там, соперничать, еще что-то. Я считаю, что если это семья, то это все единое целое. И все, что у вас есть, это все общее. Потому что в семье друг без друга ничего бы не получилось. Вот. Нужно к этому стремиться, на мой взгляд. Как вам удается всегда быть в настроении, не запариваться? Я с этого начала это видео. Я не люблю запариваться. Меня может вывести из настроения расстроить только очень близкий человек. Человек, которого я очень сильно люблю. и если я буду переживать, плакать, нервничать, это меня может вывести на какой-то момент из состояния равновесия. Все, все остальное меня не выводит из состояния равновесия. Я спокойна. Но сейчас мне очень сильно еще помогает сбалансироваться Это медитация. То есть, знаете, если вот с утра у меня есть уже ритуал. Я делаю практики. Я думаю, что вы видите в сторис. Я их часто выгружаю для вас, чтобы смотивировать то, что-то делать. И очень часто сейчас получаю в ответ то, что очень крутые практики, потому что ты реально мотивируешь, и мы тоже это все делаем. Вот. Поэтому так. Да, я эфир постараюсь сохранить и залить в свой канал Телеграм. Роддом или домашние роды? Где будешь рожать? Я скажу так. Наверное, дома было бы рожать лучше. Возможно. Но я все-таки склоняюсь за роддом. Это мое личное мнение. Я знаю, что кто-то там рожает дома, кто-то там еще что-то делает. Это выбор каждого человека. Я считаю, что лучше рожать в роддоме, потому что... Ну, с проверенным врачом. То есть, только с проверенным врачом или за деньги, финансово, платно, в хорошей клинике. Почему? Потому что всегда... Иногда все идет не по нашему плану, не по нашему сценарию. Ну, вот так вот получается. У меня, например, подруга хотела очень рожать первого ребенка дома. Она очень-очень долго рожала, рожала, рожала. В итоге увезли в больницу, и она еле-еле родила. Причем не очень там все было хорошо. Ну, во время родов. С ребенком все хорошо, с ней все хорошо, но во время родов там не очень все было хорошо. Вот. Поэтому я склоняюсь к тому, что лучше... Понимаете, вы в ответе за жизнь еще одного человека. И зачем брать грех на душу? И вообще, как пережить потом, если что-то может пойти не так? Вот. Поэтому я считаю, что вооруженный как-то... Ну, короче, лучше обезопасить себя. Лучше так. Лучше в клинике, когда все равно есть врачи рядом, когда есть возможность, когда еще что-то есть. Потому что бывает всякое. Роды — это такой процесс, как бы каждому нужно появиться в этот мир особым способом. Родители постоянно учат, как жить, как воспитывать детей, что делать, как реагировать. Во-первых, не обижаться на родителей. Родители смотрят со своей призмы, со своего возраста, со своей оценки. Они не желают вам плохого, они желают вам всего хорошего и прекрасного. Также разговаривать. Просто поговорить и сказать, что вы взрослый человек. И вы хотите сами воспитывать своих детей. То, что спасибо, мама, спасибо, папа, вы меня воспитали, вы меня вырастили. Пожалуйста, это мои дети, которых я родила, которых я хочу воспитывать иначе, по-другому. Я хочу им дать что-то новое в образовании, там ещё в чём-то. Просто разговаривать и быть благодарными за то, что они хотят вам помогать, потому что они искренне не желают вам ничего плохого, но они просто смотрят со своей призмы. И всё. Вам очень идут веснушки. Да, нет, мне нравятся веснушками. Что посоветуешь начинающему блогеру? Что посоветуешь начинающему блогеру? Начинающему блогеру я посоветую не сдаваться, идти вперёд, постоянно писать, писать на те темы, которые волнуют вас, то есть не быть копиркой кого-то, не копировать чужие блоги, быть собой, быть естественной, быть натуральной. Ну и сейчас, на самом деле, пришло такое время, если когда вот я начинала блогерство, то было очень мало блогеров, и не нужно было покупать рекламу, там участвовать в гивах, ещё что-то делать, потому что был естественный наплыв аудитории. То есть сейчас, к сожалению, этого уже нет. И сейчас, если вы хотите реально развить свой блог, то чаще всего нужно вкладывать свой блог в финансы. То есть покупать рекламу, покупать гивы, что-то постоянно покупать. То есть сейчас постоянно идут как бы отписки, и если ты хочешь держаться на волне, то постоянно нужно покупать, покупать, покупать аудиторию подписчика, скажем так. И шанс есть стать блогером всегда. Просто меня здесь спрашивают, я хочу ответить. Всегда, если у вас действительно есть желание, если вы хотите просто понять, для чего вы это хотите делать. Если только для денег, то вряд ли получится. Но скажу честно, очень часто, когда мы что-то хотим делать только для того, чтобы получить деньги, у нас ничего не получится. Деньги нас ждут и будут у нас там, где нам комфортно, где нам хорошо, где мы действительно на своём месте, где мы делаем то, что нам нравится, куда мы вкладываем свою любовь, куда мы вкладываем себя, свою настоящесть. Там нас ждут хорошие деньги. Поэтому если блогером стать только ради того, чтобы зарабатывать деньги, вряд ли получится. Все думают, что вот, что такое блогер, да? На самом деле ты сидишь с телефоном с утра до вечера, монтируешь видео, пишешь посты, делаешь фотографии, обрабатываешь, выгружаешь, там рекламу делаешь. Ты просто с утра до вечера ты сидишь в телефоне. И на самом деле это адский труд, потому что у тебя нет выходных. У нормальных людей есть выходные в субботу и воскресенье. У тебя нет выходных. Ты в субботу и воскресенье также сидишь в телефоне, что-то делаешь постоянно. Чаще у всех блогеров есть какие-то ещё дополнительные проекты, образовательные там всякие штуки, ещё что-то. Ты постоянно в процессе, ты постоянно в работе. И иногда ты просто перегреваешься и устаёшь реально, потому что когда ты едешь на Мальдивы, ты постоянно блях-муха с этим телефоном, потому что ты снова снимаешь, снова видео монтируешь, снова выкладываешь. Ты постоянно. Люди, которые, блин, работают в офисе, они приезжают и тупо лежат, жопу кверху, я не знаю, к книгу в руку и отдыхают. А у тебя как бы нет выходных, ты хочешь, не хочешь, всё равно должен каждый день работать, потому что если ты не выходишь в социальные сети, не появляешься, тебе забывают очень быстро. Вот и всё. Это прям очень большая работа. Многие думают, ой, да чё там там выложил фотку. На самом деле просто люди никогда не были, знаете, везде хорошо, где нас нет. А если поковыряться, посмотреть, сколько люди вообще вкладывают в себя, то сколько денег вливается, чтобы оставаться, чтобы постоянно прокачивать свою страницу, это нужно постоянно вкладывать деньги в рекламу. А сейчас подписчик, один человек, который на вас подписался, в среднем стоит 10 рублей. Посчитайте. Тысяча подписчиков, это сколько нужно денег, чтобы к вам пришла тысяча подписчиков. На самом деле блогеры не только зарабатывают, но они очень-очень много вкладывают. На этом наш прямой эфир заканчивается. К сожалению, я бы с вами пообщалась ещё, но думаю, что выйду завтра, и мы с вами ещё о чём-нибудь классном поговорим. Поэтому задам новый список вопросов, будете отвечать, и будем также продолжать с вами общаться. Мне было сегодня очень хорошо с вами. Сохраню этот прямой эфир, выгружу к себе в Телеграм. Обнимаю вас и целую. Надеюсь, он был очень полезным и информативным для вас. Ставьте мне лайки на все фотки, потому что я хорошая.